ПЕПСИ Вы гражданин Латвии или гражданин России? Вы грамотный человек, я вам объяснять всю теорию не буду. И у вас тоже на Украине будет то же самое. То, что здесь. Почему? Почему? Потому что все идет по одному сценарию. Вы что думаете, сценарии пишут разные? Подождите, подождите, я буду, пожалуйста, одну секунду. Подготовленные боевики, молодежь. Там не одно взрослого. А вы в этом были? Все видно уже. Ну вы же там не были, ну правда. Был, был. У меня родственники, у меня три брата там живут. Ну простите, вы же сами там не были. Я правильно понимаю? Понимаете, вы сам корреспондент, да? Бузину, за что убили? Калашникова за что убили? У вас что там творится вообще? У вас Европа там или там этот... Сомали? Вас ведут к тому, чтобы у вас было Сомали. А вы, молодые люди, вот вы смотрите на меня, да? Я вижу вас по глазам, что вы не соображаете этого. У вас отсутствующий взгляд. Как будто вам в чай налили наркотики. Как у вас на Майдане чаем поили и туда подливали наркотики. Вы там тоже были? Я это знаю. Откуда? От спецслужб. От каких? Спецслужб уже... Это везде там спецслужб. Ну спросите у меня, я там был. Понимаете, информация... Спросите у меня, я там был. Информация сейчас идет по всем каналам. Интернет, оно там не заблокируется. И там говорили люди, которые там были и рассказывали, как там подливали, как там под мостом валялись наркоманы, там пьяные, одурманенные. Я вот сейчас на вас смотрю, да? У вас глаза отсутствуют. То есть вы хотите сказать, что я наркоман? Нет, я не считаю. Так а почему вы говорите, что у меня одурманенные глаза? Ну вы наркоман в другом плане, политически. А вы с какой страны-то что-нибудь знаете? Я из Украины. А из Украины? Так вас плохо в истории учат в школе, поэтому вы ничего не знаете. Они не учат истории. Знаете? Лишь повторять, как попугаи. Агрессия, аннексия. Как попугаи, повторяйте. За Америку, Россию. Кто пришел на Донбасс бомбить? Или из Донбасса пошли на Киев стрелять? Или с Киева на Донбасс? Кто кого начал убивать? А вы считаете, что украинцы пришли, да? Сделали, как сказать, баррикады. А теперь там Майдан по-другому назвали. Вот и все. Это что, непонятно, что ли? То, что танки тут ходят, американские, это не называется оккупантами. Где тут? Где? В Аташи, где тут? В Аташи ходят. И здесь недавно по Риге ходили танки. И по Европе шли. А в Ночный Волкан не дали поехать. Американцы, солдаты, танки. Не надо каждый день по телевидению, по радио укапать, что русские тут оккупанты. Понимаете, да? Это точно так же, как Крым оккупировали. Это такое вранье. Пьяница Ельцин подарил. И лысый этот, Марат Матик-Хрущев. Один раз подарил, потом второй раз подарили. Латышский язык сохранится до тех пор, пока два латыша будут живы. Это проблема латышской нации сохранять его. Вот, пожалуйста, размножайтесь. Все драпанули вон, за границу. И каждый день, каждый день. Да, знаете, противно уже начинается разговаривать на этом латышка. Я с детства, я лучше латыша разговариваю. Мне неприятно становится уже говорить даже после этого. А почему? Потому что каждый день. Дети, я услышала, значит, живут там предыдущие президенты. За неполное знание языка штрафуют. Какие-то тут добровольцы опять начали тут приглашать. Каждый день, каждый день, все время. А как вас зовут? Пожалуйста. Почитаем сейчас. Прессы. Не надо говорить. Ну, и где ваше имя? Ну, тут что подарил. Ну, вот мое имя. Олена. Ох, Олена. Я тоже по-украински Олена. Ну, Оля. Олена. Почему? Олена и Оля, это разные имена. Ну, вот. Я никогда не буду, Оленой, как ваша там это говорила, призвать. А вы какую прессу представляете? С Украины. Англоязычная. А? Англоязычная. Англоязычная. Какая англоязычная украинка? Он уже по-русски понимает. Конечно. Только за мир мы собрались здесь, однозначно. Спасибо. 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 Спасибо.